Когда мы работали с факториалами, то использовали формулу стекла. Как вы помните, мы успели уже доказать, что есть такое число С, что выполнена такая замечательная формула. n разделить на е в степени n и умножить на корень из n. Помните? И еще была некоторая величина, которая была заключена между дробью единицей деленной на 12 n плюс 1 и единицей деленной на 12. Это мы доказали. Существует такое число С. Идея была в рассмотрении двух последовательностей. И вот мы сумели доказать их монотонность. А все еще получилось. Сейчас я хочу рассказать один из способов нахождения этой самой величины Ц. На самом деле у нас потом будет другой способ, основанный на интегральной формуле Моабра-Лапласа. Но сейчас все будет совсем просто. Не прокляти вероятность, вообще говорить не буду. Просто рассмотрим такую величину. Интеграл от нуля до фи синус в степени n фи для фи. Несколько первых значений найти очень легко. Ну, давайте скажем, что такое анулифор. Это просто интеграл от единицы. То есть это? Пи. Косинус пи. Хорошо. Что такое а первое? Это интеграл от синуса. А значит... Косинус пи это сколько? Минус один. Минус один. Минус минус один. Да, один. И из этого мы еще должны вычесть с минусом косинус нуля. То есть единицу. Надо это сделать. Так. Ну, в принципе, не проблема найти величину от второго. Это интеграл от квадрата синуса. Тут есть такая идея. Вообще-то синус это функция периодическая с периодом 2пи. А при сдвиге на пи она меняет знак. Поэтому на самом деле можно написать как 1 вторая интеграла от нуля до 2пи синус квадрат фи дфи. А теперь смотрите. Косинус тоже периодическая функция, тоже с периодом 2пи. И на самом деле график синуса получается графика косинуса с двигателя. А поскольку мы интегрируем по полному периоду, значит интеграл от синуса квадрата будет такой же, как интеграл от косинуса квадрата. И поэтому мы можем написать так, что это 1 вторая от интеграла от нуля до 2пи синус квадрат плюс косинус квадрат фи. А что такое синус квадрат фи плюс косинус квадрат фи? Единица. Единица. Так, правда, одна вторая уже была, поэтому здесь еще одна вторая. То есть нужно взять интеграл от единицы, то есть 2пи, и разделить на двойку, и еще раз на двойку. Что у нас получится? Пи в полу. Пи в полу. Вот. Ну, ребята, у меня дальше нет энтузиазма считать. Поэтому давайте сделаем так. Попытаемся вывести рекуррентную формулу, которая выражает следующее значение, там, а, n плюс первое, через предыдущее. Древний печател. Да, и нас интересует такой интеграл. Синус степени n плюс 1 фи, д фи. Что мы сейчас можем написать? Можно написать, что это если ты делал от 0 до пи, синус в степени n, d косинус фи, ну и поставим минус, потому что, так, дифференциал от косинуса, это минус синус. Замечательно. Интегрируем часть, получается минус синус в n степени фи, косинус фи, в пределах от 0 до пи, плюс интеграла 0 до пи, косинус фи. Так, дифференцируем n в степени синуса, здесь получаем n, здесь синус в степени n минус 1, и еще производная синуса, ну то есть здесь вот, косинус в квадрате. Хорошо. Понятно, что вот это вот 0, потому что, когда вы вместо фи наставляете 0 или пи, то здесь будет 0. И вот здесь, вместо косинус квадрат, давайте напишем единица минус синус квадрат. Получим, понятно, что интеграл от 0 до пи, синус в степени n минус 1, ну то есть здесь а n минус 1 умножить на n, да? Минус n от синуса квадрат в степени, а это у нас фактически а n плюс 1 умножить на n. Перенося n а n плюс 1 налево, мы получаем замечательную рекуррентную форму. а n плюс 1, это а n минус 1 умножить на n и разделить на n плюс 1. Все понятно? Все, записываю. Мы при помощи этой формы, рекуррентной, которую мы только что нашли, можем понять, как устроены все числа а. И обратите внимание, чем больше n, тем меньше вот это число, потому что синусы квадрата единицы. Значит, последовательность чисел а является творящим. Теперь мы с вами возьмем какое-нибудь место в этой последовательности. Например, давайте возьмем подряд идущие а2к минус 1, а2к т и а2к плюс 1. И посмотрим, что нам даст вот такая вот общая нерависть. Для любого натурального числа k выполнены такие два нерависти. Если мы с вами сейчас напишем, что такое это, что такое это и что такое это, то все будет хорошо. Так, поехали. Давайте. Что такое, скажем, а2к? Вот а2к это пип половина. Что такое а4к? Это 3 четвертых умножить на а2к, правильно? 3 четвертых умножить на пип половина. Что такое а6к? Это 5 четвертых на 3 четвертых на пип половина. Что такое а8к? Это надо 7 восьмых умножить на 5 четвертых на 3 четвертых и на пип половина. И вообще, когда вы берете число с четным номером, то вы должны перемножить все нечетные числа, которые меньше, которые меньше. Вот здесь 7, 5, 3, так и так и так и так. Разделить это на произведение всех четных чисел. 2к, 2к мин на 2 и так далее, и так далее, на 4 и на 2. И еще умножить на 5. И теперь давайте таким же образом найдем формулу а2к плюс первого. Что такое а3? Это 2 третих умножить на а1. А1 это 0. Что такое а5? Это 4 пятых умножить на 2 третих умножить на 2. Ну, давайте, что такое а7? Это 6 седьмых на 4 пятых на 2 третих и на 2. Так что же такое а2к плюс первое? Тут же никакого пи нет, как видите. Внизу произведение всех нечетных чисел. 2к плюс 1, 2к минус 1 и так далее, и так далее, да? Всех нечетных чисел. А вот вверху хитрее, вот это двоик 2, да? Поэтому давайте отдельно напишем двойку. И отдельно напишем произведение четных чисел. 2к, 2к минус 2 и так далее, и так далее. Вот все четные числа от 2к до 2к. И смотрите, что мы понимаем. Вот отношение этих двух чисел, а2к минус 1 и а2к плюс 1. Стремится к единице, потому что, мы его знаем, 2к делишь на 2к плюс 1, как раз получаешь отношение а2к плюс 1 к а2к плюс 1. Эта величина стремится к единице. Значит, и это частные, и это частные тоже стремятся к единице. Это, собственно, единственное, что мне нужно для того, чтобы найти числе цель. Смотрите, я сейчас разделю а2к на а2к плюс 1. И это частные должно стремиться к единице. Частные это π умножить на... Давайте напишем нашу. Теперь, что у нас оказывается в знаменателе? Здесь было а2к, да? Здесь были все четные числа, не превосходящие 2к. И здесь опять есть все четные числа, не превосходящие 2к. Ну, и еще и двойка. Значит, давайте, двойку напишем. Пишем отдельно, да? А здесь пишем 2, 4, 6 и так далее, и так далее. 2к и это пишем в квадрате. Получилось? Сверху будут произведения квадратов нечетных чисел. Совершенно верно. Опять маленькие поправочки. Поправка это 2к плюс 1. Да. 2к плюс 1 начинается отдельно. А там действительно будут все нечетные числа и в квадрате. Хорошо. Хорошо. 2к плюс 1 умножить на 2к минус 1, 2к минус 3 и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Давайте мы сюда еще впишем все четные числа. Тогда у нас получится пи. Здесь будет 2к плюс 1. Здесь будет 2к факториал в квадрате. Это понятно? Я просто вписал все четные числа туда. А внизу вот это вот произведение 2, 4, 6 и так далее, и так далее, 2к, будет уже не во второй степени, а в четвертой. Так, и что же с этим делают дальше? У нас есть формула стерлинга. Потому что единственное, надо здесь каждый раз двойку вынести, и тогда получится 2к двоек, и еще в четвертой степени 2 в степени 4к. Еще останется вот это число 2к плюс 1. Здесь 2к факториал в квадрате, и внизу к факториал в четвертой степени. Нам нужно узнать отношение а2к и а2к плюс 1. Мы уже знаем, что она стремится к единице, да. Из-за того, что это единица, найдем c. Да, найдем c, которая в формуле стерлинга, да. Мы уже объединили четные и нечетные числа. Вот здесь будет 2к плюс 1 вне квадрата. Остальные идут, каждые под двое. И здесь будет двойка. Нам нужно просто подставить форму стерлинг на 2к плюс 1 вне квадрата. Там написано 2к факториал в квадрате. Поэтому это будет c квадрат на 2к делить к единице и 2к в степени 4к. Потому что еще 2к складываем на 1к, то есть на 2к и на 2к. Не, оно не надо писать. Оно стремится к единице, поэтому... Можно мыслить? Да, да, да. Все равно нас же интересует предел. Поэтому сейчас это не интересно. Здесь останется 2к и 4к. Мы просто вынесем. Да. Здесь k факториал в четвертой. Поэтому это будет c в четвертой на k делить на е в степени 4к. Потому что четвертая степень еще k. На... Так, на что? На k квадрат и на 2к. Теперь надо разбираться, что куда стремится. Во-первых, там многое скачается просто. Вот здесь есть 2 в степени 4к, k в степени 4к, 2к в степени 4к. Да, да, да. Все исчезает. И е тоже. Е в степени 4к. Да. Вот так. Да. Здесь k квадрат, здесь k. Еще там есть 2к плюс 1. Вот это 2к квадрат из знаменателя сократится замечательным образом. 2к плюс 1 делить на k стремится к двойке. Да, да, да. И здесь еще k. Поэтому 2к квадрат сокращается с k на 2к плюс 1. Да, остается вот здесь, что это двойка. Нет, двойка как раз остается. Да, двойка остается. Что здесь остается вообще? 2п делить на c квадрат. Не равно стремиться. Потому что это уже постоянное, да? 2п делить на c квадрат. Да. И поскольку мы помним, что оно стремилось к единице, то c квадрат это как раз и есть 2п. Значит, c это корень из 2п. c, отлично. Это и есть параллельное значение. Формула стерлинга получена. Спасибо. 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 Продолжение следует...